Здравствуйте! В эфире новости Кыргызстана. Мы расскажем о самом важном, заметном и интересном. В студии Аркина Ламбеков. И вот, что вас ждет. Чистой связи с террористами не имею. Обвиняемый по делу о попытке захвата власти 3 октября Кубат Куджин Алиев заявляет о своей невиновности. Нет смысла держать под стражей. Адвокаты оппозиционного депутата Таланта Мамытова просят отпустить их клиента из СИЗО ГКНБ под домашний арест. Поддельное шампанское. Производитель праздничного напитка предупреждает население о контрафакте. Отстаивать честь бренда изготовитель будет в суде. Адвокат депутата, перелезавшего через забор парламента, заявляет о том, что нет необходимости держать народного избранника в СИЗО. Юрист утверждает, что за меру пресечения депутату Таланту Мамытову на время следствия вполне может сойти домашний арест. Доводы приводятся самые разные. Во-первых, защита твердит, что клиент обладает большим авторитетом среди населения. А еще воспитывает малолетних детей. Все это, по словам адвоката, не позволит народному избраннику Мамытову скрываться, если его выпустят. Впрочем, доводом стороны обвинения при избрании меры пресечения Мамытову была якобы угроза того, что депутат может оказать давление на свидетелей. Однако до сих пор ни один из свидетелей не заявлен. На кого тогда будет оказывать давление Мамытов, если следствие не предоставило таковых, задается вопросом адвоката обвиняемого. Напомним, что 3 октября на митинге, посвященном национализации рудника Кумтора, Тадюртовец-Камчебек-Ташиев, полез через забор парламента. За ним полез депутат Талант Мамытов. Вечером того же дня их обоих, а заодно и организатора митинга Сады Раджапарова, посадили на два месяца в СИЗО с формулировкой «За призывы к свержению власти». Ведь у него четверо детей малолетних. У него постоянное место жительства. Он всю жизнь вырос, работал, посвятил правоохранительной деятельности определенную часть своей жизни. Сейчас занимается законотворчеством. Имеет определенный уровень авторитета среди населения. Куда может скрыться человек, имеющий такие заслуги? Никакой связи с террористами у меня нет. Перед журналистами выступил бывший военный прокурор Кубадбек Куджуналиев. Напомним, 3 октября он был задержан вместе с тремя депутатами от партии Атаджур за попытку насильственного захвата власти. Но неделю назад его отпустили под домашний арест. Напомним также, что на днях ГКНБ выдвинуло в отношении него подозрения в новом преступлении. А именно в связях с террористами. Мол, 3 октября, в день злополучного митинга, который перерос в попытку захвата власти, ему на телефон звонил не кто-нибудь, а человек, которого позже чекисты задержали за планирование ряда терактов в столице. Куджуналиев это подозрение назвал провокацией, потому что в те дни ему звонили десятки незнакомых лиц. Это могли быть и коллеги, могли быть и журналисты с просьбой об интервью. Кстати, для журналистов Кубатбек Куджуналиев принес целую кипу бумаг, которые свидетельствуют о том, что он не только бывший прокурор, но и адвокат-правозащитник. А по закону об адвокатской деятельности не допрашивать, не задерживать его следственные органы не имели права, утверждает Куджуналиев. Теперь генерал-майор намерен обратиться в суд, чтобы Фемида дала оценку действиям и Генпрокуратуры, и Комитета нацбезопасности. Я являюсь адвокатом, который имеет лицензию. С момента, как я начал строить отношения с любым из людей, это составляет адвокатскую тайну. С этого момента запрещено адвоката приводить, получать объяснение, допрашивать, закрывать. На этот счет существует не только у нас закон, но и международные нормативные акты. Бесполезные, но очень дорогие депутаты. Так можно в двух словах охарактеризовать итоги работы общественников, которые пытались изучить финансовую прозрачность парламента. Именно пытались, потому что из 120 депутатов лишь 36 отозвались ответить на вопросы в розданных им анкетах. Но, тем не менее, эксперты все же сделали некоторые анализы. Выяснилось, что кыргызские народные избранники получают чуть ли не самую высокую зарплату в мире. Так, например, с учетом ВВП на душу населения, оказывается, наши депутаты получают почти в 10 раз больше, чем их испанские коллеги. В три раза больше, чем японские и вдвое больше, чем депутаты американского сената. Но и это не все. Стоимость обслуживания одного кыргызского депутата растет, как на дрожжах. В этом году из бюджета страны для нужд одного народного избранника в год тратится около 6 миллионов сомов. В американских долларах это более 120 тысяч. Это и на командировки, и на авиаперелеты, и на бензин. Интересный подсчет эксперты произвели в отношении эффективности принимаемых законов. Оказывается, для принятия одного закона тратится около 60 тысяч долларов. Для принятия одного постановления – около 10 тысяч. Причем эксперты также подсчитали, что в период работы прошлых созывов, когда число депутатов было гораздо меньше, законы принимались не реже, зато вдвое дешевле. Как говорят, вывод напрашивается сам, нынешний парламент обходится казня государства очень дорого. Другой разговор, если бы отдача была. Наш итог, что сегодняшний парламент неэффективен. Яркие показатели неэффективности – это количество принятых, одобренных законов в динамике. Причем не просто мы говорим, а в динамике с другими созывами. Следующая посещаемость их даже на самих собраниях – это яркий пример тоже того, как они относятся к своей работе. Некоторые депутаты парламента Кыргызстана считают, что информация о работе законодательного органа, которая периодически появляется в прессе, не соответствует действительности. Хотя, по словам председателя Комитета по обороне и безопасности Токона Мамытова, есть публикации и репортажи, которые действительно указывают на очевидные недоработки депутатов. В парламентарии возмущены тем, что журналисты много рассказывают о дорогих машинах народных избранников. Депутаты объяснили, что на балансе Чукуркукинеша имеется 53 иномарки, доставшиеся от их коллег из предыдущего созыва. А что касается дорогих внедорожников, то это личные машины парламентариев, которые те чинят за свой счет. Парламент только выделяет 12 литров бензина в день и зарплату водителю. Информация о том, что депутаты парламента получают около 6 миллионов сомов в год, не соответствует действительности. Чукуркукан Мамытов объяснил, как и кому распределяются денежные средства. Также на встрече с журналистами депутаты призвали обращаться к ним, если возникнут какие-либо вопросы, касающиеся работы парламента. Кроме всего прочего, народные избранники уверяют, что работают открыто и прозрачно. Уважаемые коллеги, а куда вы денете оставшиеся тысячи, почти тысячи человек? Это аппарат, это управ делами, это помощников, экспертов, это отделы. Если вы нам отдаете мне 6 миллионов сомов на меня, а что, они, значит, тогда бесплатно работают? Поэтому, уважаемые коллеги, прежде чем вот эти 731 миллионов просто механически разделить на 120 депутатов и получить 6 с лишним миллионов и сказать, что Мамытов на него тратится 6,5 миллионов, я с этим категорически не согласен. Если казахстанские депутаты отреагируют на просьбу кыргызских коллег, то в скором будущем у предпринимателей Кыргызстана не будет возникать проблем в соседней стране. По словам депутатов парламента Кыргызстана, они направили обращение с просьбой ускорить ратификацию соглашения о порядке осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. Законопроект был рассмотрен на заседании Комитета по международным делам. Ежегодно по различным причинам кыргызские предприниматели сталкиваются с рядом проблем в Казахстане. Один из последних примеров – это запрет на ввоз молочной продукции. Тогда бизнесмены Кыргызстана были вынуждены сократить объемы производства и распространяли свою продукцию по Кыргызстану. Теперь народным избранникам и коммерсантам предстоит только ждать, как отреагируют депутаты-мажлисты Казахстана на просьбу. В настоящее время заниматься предпринимательской деятельностью на территории Казахстана могут только ее граждане. Законопроект был ратифицирован Дзюгур Кокенешем, чтобы помочь предпринимателям. До сих пор не ратифицировал Казахский парламент. И сейчас мы обращение сделали, чтобы этот законопроект ратифицировал мажлист и Сенат Казахской республики. Производители шампанского предупреждают население об опасности отравления. Шампан-винкомбинат просит граждан быть осторожнее при покупке главного напитка новогодних праздников. Работники предприятия говорят, что на рынке вовсю отпускается шампанское, имеющее такое же название, как и у них, то есть советское шампанское. Впрочем, схожим является не только название продукта, но и внешний вид, точнее, этикетка. Различий также два. Это наличие информации о производителе мелким шрифтом на обратной стороне бутылки и самое главное, как утверждают представители шампан-винкомбината, качество. Они отмечают, что шампанское, производимое фирмой оппонентом, не всегда датируется, что отражается на качестве напитка. Переживают работники шампан-винкомбината не только за здоровье граждан, но и за свою репутацию. Они говорят, что десятилетиями занимались продвижением своей продукции на рынке страны, добивались расположения потребителя. А сейчас терпят убытки и нелестные высказывания в свой адрес. И во всем производители шампанского винят фирму «Алтын Шампаны». Мы, со своей стороны, готовим рисковое заявление в адрес господента о возмещении всех убытков, которые нами были потрачены, и вплоть до упущенной выгоды, которая могла иметь место. Такова информационная картина дня. Если хотите быть в курсе событий, следите за нашими новостями. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok